Добрый день, мои зрители! Мы продолжаем с вами играть в FIFA 14. Несмотря ни на что, несмотря на погоду и снег, который засыпает мой город уже вторые сутки, мою машину вообще невозможно просто увидеть, так как она у меня светлого цвета из-под снега. Несмотря на то, что снег засыпал вчера даже Турцию и Juventus Gold Sarai не смогли доиграть свой матч и продлили нам Лигу Чемпионов, сделав сегодняшний день очень рано начинающимся в 17.00, извиняюсь, напомню. Сегодня будет доигровка этого матча. Это, наверное, даже круто и хорошо. Будем смотреть Лигу Чемпионов. Несмотря на то, что Донецкий Шахтер вчера к сожалению даже не знаю, как объяснить, это как болельщик Манчестер Юнайтед, но я расстроился, что Шахтер проиграл Юнайтед. Хотелось, конечно, на Лигу Чемпионов поездить еще в следующем году. Ну, ладно, поездим на Лигу Европы. Вдруг что-то интересно нам попадется. Несмотря на то, что Ютуб придумывает новые правила для летсплейщиков и приходится нам что-то придумывать себе. Пришло нам сообщение от нашего противника. А, он готов играть. Ну, давай. Готов-то играть. Давай, будем играть. Значит, несмотря на все эти для кого-то хорошие, для кого-то не очень новости про Ютуб, может быть для нас для всех это хорошее новостание. Мы будем играть и прогнозировать сегодня главный матч главной группы Лиги Чемпионов. Естественно, матч между итальянским Наполи и английским Арсеналом. Очень сложный расклад. Из четырех клубов, ну, скажем так, приближенных к топ-уровню, только три продолжают борьбу в этой группе. И двое из них вот встречаются в сегодняшнем матче в Италии. Вот. Значит, какой расклад? Арсенал первый как в чемпионате Англии, так и в этой группе. В Арсенал 12 очков и Арсенал устраивает вполне ничья для того, чтобы занять первое место. Но ничья не устраивает Наполи. И Наполи нужно побеждать и еще и желательно с разницей в три мяча. Вот такой вот несложный расклад, точнее, даже, наверное, сказать, сложно все-таки расклад, потому что надо не забывать, что параллельным матчем Дортман будет играть с Марселем, и там Дортмангу тоже нужно только побеждать. Марселя ноль очков, бедняги. Неплохая команда, попал в такую группу и, конечно, ничего тут не может поделать. Ну, вот так вот. Наполи 9, Дортман 9, Арсенал 12. И я подключался к человеку, просил его включить эту игру. У человека оказался из тех бедолаг, у кого Арсенал опять играет без несута зила. А вот сейчас я могу забить гол. О, что творит? Что творит Рейна? Просто три подряд суперсейва. Ой-ой-ой, какой момент был сейчас у Арсенала. Да, и вот я играю за этот бедолажный Арсенал, у которого нету Азилы и в заменах его нету. Не знаю, почему не делаются обновления. Возможно, ребята на пиратских лексах играют. Или когда, как они играют через лайк. Не знаю. Не хочу даже вдаваться в эти подробности. Играем, играем. Прогнозируем. Ну, без Азилки, без Азила. в сегодняшнем матче за Наполе не сыграет один из лидеров команды Гамши. Вот. Травма, по-моему, у него. Так что он у Наполи будет все на потере достаточно существенное. Учитывая, что нужно забивать много голов. Пытаться не пропустить. Ну, а по полвчерашнего дня я уже часть сказал, ну, United, видите, подтверждаю, что в этом году команда Лига Чемпионская очередной сейфрейнер. Вот. что еще? Ой, какой... Нет, точно все-таки пассажиры получился. Что еще? из прогнозов вчерашних моих, скажем так, которые я вам озвучивал, по-моему, нашел единственный, это обе забьют Бавария на сейфрейнер. Вообще, сенсация, конечно, что Бавария проиграла Сити, причем Сити играл далеко не самым оптимальным составом, в отличие от Баварии. Сити не выпустил лидеров нападения, Агуэру, в основном составе Мегрэда какой-то. Ну, вот так вот в итоге получилось, и Сити смог обыграть Баварию, дали по шапке Гвардиоле. Хорошо, наверное, да. Наверное, хорошо. Я вам говорил, что Бавария когда-то проиграет в этом сейфере. Ну, вот так вот получилось. Что насчет сегодняшнего игрового дня? Ну, вот этот матч, и еще есть очень интересный матч, тоже по нему, наверное, буду записывать видео. Это будет игра между Ой, ой, шоу, да. Это будет игра между Миланом и Аяксом. Вот там вот тоже матч за выход. Тришка серьезная. В параллельной игре там Барселона, наверное, победит с крупным счетом, а вот здесь будет борьба. Аякс просто так не отдаст Милану. Поговорим в другом видео об этой игре. Вообще, в сегодняшний игровой день знаменуется тем, что во всех группах есть интриги и везде будет борьба за выход. Не забываем про наш Ленит, который будет бороться сегодня за выход. И ему нужно сыграть не хуже, чем сыграет с Порту в параллельной игре. Порту играет в Мадриде с Атлетико. Атлетик, конечно, наверное, будет полуэкспериментальным составом выступать, но хотя бы своих трибунов, болельщиков могут снова вывести. Миллион евро призовые дазы победы. Лишнее для этих кульбышков более не будет. Вот. Поэтому ой-ой-ой, какой момент и гол, Игуаин забивает и Наполе становится ближе к выходу. Почему он типа не радуется? Ну, типа мало голов, надо еще. Или это просто наши оппоненты не соображают, что он недавно в стадионе играет. Игуаин в Мадридском реале играл, а не в Арсимале, что он не радовался забитому голу. Вот. Значит, про Зенит сказал спорту, про Милан сказал, про эту группу сказал, четвертая у нас группа, четвертая у нас группа, сейчас, ой-ой-ой-ой-ой, что я натворил, как же так, и неужели 2-0, Мима, гол, великолепный на самом деле гол, Гамшу, который не будет играть, вот я отвлекся, хотел в телефоне глянуть, какая группа она, четвертая, и получил такую вот Козюлину. А, ну, конечно, Челси, Базель, Шальке, там тоже борьба между Базельом и Шальке, не очная, а заочная. За выход из группы. Короче, во всех группах сегодня интересно. Плюс нам добавили Ювентус с Галтасара. И день будет сегодня просто сумасшедший футбольный. Будем смотреть. Так, теперь я один на один выхожу, бью. И очередной сейф Рейн. Он уже просто надоел. Не дает шансов никаких. Вот, конечно, неправильно. 2.0 я горю. И еще одна панди. По поводу панди хотел сказать. Недавно ему, как один из российских клубов, предлагал перейти в Кавистан. Отказался он ехать в Россию. Не знаю, кто это был. Возможно, Анжи, конечно. Но думаю, что, наверное, как-то другое. Вот так вот. По поводу последних матчей в чемпионатах еще не сказал. Арсенал играл с Эвертоном. Дома у себя и не смог победить. 1-1 закончилась игра. Тем не менее, первый тайм не закончился. 2.0 Наполи ведет. Так, а Наполи у нас играл... В Италии тоже в ничью сыграл. По-моему, 3-3 счет. Вот против кого сейчас я вспомню. Потому что там был результативный красивый матч. Да, Судинеза Наполи играл. Тоже дома. И в итоге... 3-3 игра закончилась. Ну, вот так вот результативно Наполи в этом сезоне выступает. Ну, вот. Теперь он нас заставляет на паузах ждать. Только что писал нам, что он готов играть. А тут... Наверное, делает замены. У него же не складывается игра, ему надо что-то поменять. Еще хотел про вчерашний день... Нет, знаете, без замены. Еще про вчерашний день хотел проговорить и по поводу... Я даже не знаю, как тут выразиться. Это не грубая. Ну, не буду. Мы же в интернете не буду себя ограничивать. Распиздяйство ЦСКА московского. Это... Я не знаю. Я говорил о том, что, возможно, армейцы не будут с сильным рвением проводить матч. Потому что Лига Европы не очень нужна. Но по вчерашней игре этого, конечно же, не скажешь. Ой, какой хороший пас! И не успел из-за скользкой травы волка догнать этот мяч. Конечно, классный был пас. Ну, да ладно. Ну, так вот, армейцы, конечно, вчера повели в счете. И вроде как бы играли. Но Загоев, я не знаю, что с Аланом происходит. Типичная для него история. Не совладает он со своими нервами. Тем не менее, временем Гамшек 3-0 делает счет. Показывает, что он петушок. Ну, да, он петушок, конечно. Что его ирокезом. Или петушок, кто против меня играет. Ну, 3-0. Этот счет вполне устраивает Наполя. Для того, чтобы выйти из группы. Так вот, Загоев подвел вчера всю команду опять. Удаление на ровном месте. Ничего вообще не нужно. Ну, вообще просто ужас. И в очередной раз, ведя в счете, не смогли даже опуститься в оборону игроки ЦСКА. И что-то сделать для того, чтобы... Да ничью удержать банально. Не то, чтобы выиграть этот матч. В итоге проиграли на 90-й минуте. 2-1. Позор. Лишили российского зрителя, скажем так, осенних... Ну, весенних матчей. И рейтинга очков России. Ну, да. Ну, вообще не профессиональный подход. Если сегодня Зенит еще сыграет точно так же. Я... Ну, у Зенита перспектива играть в плей-офф или чемпионов. Поэтому, да. Не будем забывать об этом. Зенит мимо Лиги Европы уже не проскочит. А на Лиге чемпионов поборется. Ну, вот поборюсь ли я с этим арсеналом неполноценным за престиж. И, скажем так, результат, который будет устраивать арсенал, мы еще посмотрим. Потому что я вот пока пытаюсь, пытаюсь, а Рейна не дает мне этого сделать. И просто уже 3-4 с очень хороших моментами выручил свою команду. А Наполи продолжает атаковать и забивает голы. Опять опасный был навес. Мы проскачиваем у всех. Ой, что дождь творит, да? Вот насколько он изменяет игру. Такой вроде элементарный мяч, а не смог дотянуться. Он даже не смог дотянуться только к падению. Ну, не знаю. В втором тайме вроде как мяч все время у арсенала. А голов как не было, так и не было. Опять-то хороший заброс был. Но Рейна на первом мяче. Рейна на первом тайме. Рейна на Продолжение следует... 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 Не реализовал... Я сегодня... Продолжение следует... 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 Можно на этом и заканчивать По-моему распечатать ворота Рейна Мне сегодня уже не удастся Времени не хватит Да и как я понимаю Силы моих футболистов вообще нет Кроме как у Волка Который бегает так Сумасшедший Ну вот и все Мучения Арсенала закончились Все будет зависеть От параллельного матча Но это всего лишь прогноз Ребята Я думаю вполне возможно победа Наполе сегодня Может быть я даже на нее сегодня поставлю А может быть поставлю Это тоже вполне реально Но я вот не забил Ну что Всем спасибо за просмотр До скорых встреч Ждите новых прогнозов На моем канале До свидания